Только что Михаил Криворучкин, который посидел больше двух месяцев, кажется, если не ошибаюсь, сказал, что у следствия была такая версия, ну неофициальная, я так понимаю, ему предлагали эту версию поддержать, что якобы диверсионная группа из Донецка прибыла в этот Киев, в Верховную Раду, чтобы совершить диверсию. И вы участник? Я не участник, по версии Себеда Семенченко, я вообще-то организатор и руководитель. А для прикрытия того, что я являлся организатором, то есть руководителем этой ДРГ, я еще командовал 5-й рутой надежды батальона Депр-1. То есть совмещал, была полезность мне. То есть все-таки вы полагаете, что версия о том, что вы организовали диверсионную группу принадлежит Семену Семеновичу? А почему полагаю? Эта версия озвучилась везде, у Гордона, на 1 плюс 1, на 24-м канале, на Интере. Так что я не полагаю, я знаю, что это непосредственно, так сказать, Семен Семенченко тыкает мою сторону пальцем. Я прекрасно понимаю, зачем это делается, потому что мы с ним являемся непримиримыми врагами. Он мне однажды обещал, мы с ним встретились в коридорах комитетов Верховной Рады, он был шокирован встречей с собой, пригласил на разговор. Когда мы к нему зашли, я ему задал вопрос, а что есть, есть тема для разговора, он говорит, да, 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 есть тема для разговора. Когда мы к нему зашли, когда мы к нему в кабинет зашли, он предложил мне поговорить с ним как офицер с офицером, на что я рассмеялся и сказал, что я тебя офицером не считаю. Ну, он сказал, что его президент читает офицером, я бы сказал, что все дело в том, что ошибается, господин президент, все твои награды, названия, награды, все это, я говорю, лепо. Ну, и так мы с ним расстались. Он, в принципе, знает, что я, скажем так, один из тех людей, которые постоянно его критикуют и пытаются привлечь его к ответственности. Вот потому это все идет.